итак доброе утро дорогие друзья все надеюсь что меня хорошо слышно хорошо видно очень на это надеюсь хорошо слышно хорошо видно и сегодня мы проведем урок после долгого перерыва шалом да отлично видно слышно и мы возвращаемся к нашим регулярным занятиям сегодня двадцать восьмое и яра двадцать восьмое и яра 29 мая значит сорок третий день омера осталось нам до шавлота до дарования туры нам осталось всего лишь неделя неделька нам осталось и мы придем к дарование туры хорошо значит продолжаем мы изучать шавлоту всем хорошей недели начинается час новая неделя и это новая новейшая неделя она будет такой которая как мы ее сделаем так будет да у каждого человека есть огромное влияние на свою жизнь на свою неделю на свое настроение на свое состояние вот хорошо если кому-то даются трудности то что то значит всевышний видит что у него есть силы для этих трудностей и он ему дает все что вот ему нужно для роста для развития для понимания для выживания для того чтобы мир существовал значит книга йом йом сегодня день сегодня рад дает нам очень такой интересный отрывок который который показывает нам вот уникальность как раз хасидута хаббат они на этом да они на этом очень построены да вот давайте послушаем значит в одном из ночных видений который наблюдал цемах цедек цемах цедек это так звали рэба он был третий любая часть рэба то есть первый любая часть рэба был альтера рэба второй был я не помню как звали третий был вот цемах цедек и он значит в одном из ночных видений который наблюдал цемах цедек в течение 30 дней после ухода альтера рэбы из мира альтера рэба это был первый рэбэ вот первый рэбэ альтера рэбэ его назвали он создал книг написал книгу тания он был ученик большим това и магида из межерич и он основал движение хаббат хаббат переводится хохма бина дат хохма это знание торы бина это сообразительность умение логика и дат это как бы общая картина мира это три качества ума и он назвал движение это хаббат написал книгу тания и много других книг и умер и его получается в внук да по моему цемах цедек был его внуком в течение 30 дней он наблюдал как тот ему приходит из мира и сообщает из того мира из духовного не сообщает какие-то видения и в одном из таких видений альтера рэбэ сказал ему мамар это это такая мамар это когда у них тоже это в хаббате есть такая особенно с форма обучения когда рэбэ входил в какое-то такое особое состояние и он на какой-то отрывок из торы давал развернутый такое объяснение объяснение и у него было вот он прям входил и и все в этот момент когда он продавал этот мамар но люди видели что это что-то такое необычное происходит да такая мистическая форма обучения и вот ему пришел альтера рэбэ в течение первых 30 дней после своей смерти и сказал ему мамар начинающийся словами на трех вещах стоит мир и после этого мамара он ему что-то рассказал 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 и он ему сказал так что написано в торе когда женщина начинает 1 рождается мальчик этот мальчик ты то есть такое в устной торе такая идея да нам сообщается что если женщина у мужчины женщины происходит момент то что называется на момент какой-то происходит момент во время акта если у женщины он происходит в первую очередь то рождается мальчик а если у мужчины то рождается девочка так интересно да хорошо значит что мы отсюда можем для себя взять давайте подумаем вот мы сегодня после там перерыва узнали узнали какую-то вещь что именно вот сегодня на 28 яра мы узнали вот эту штуку что можно отсюда понять для нашей жизни первое что можно понять и в этом очень важная но такое прям самое важное отличие верующего человека по-настоящему и религиозного от неверующего это вера в то что под душа после смерти не исчезает что человек после того как он выходит из этого мира то он не исчезает и он идет дальше и это такая глубокая фундаментальная вера она на сегодня очень логичная то есть если раньше это можно было сказать не знаю может да может нет сейчас когда мы с вами разговариваем я сейчас нахожусь в турции я сейчас турции я сижу и в телефон что-то говорю без одного провода нету ни одного провода нету сейчас у меня то есть вот телефон без провода компьютер без провода и вы сидите где-то каждый по своих кусках мира и без проводов тоже до воспринимаете эту картинку то понятное дело то есть это же очевидно что есть возможность передавать информацию по воздуху так почему не может быть информационная структура человека когда она выходит из этого тела то есть человек выходит тело умирает а голограмма как бы да можно назвать таким словом она остается для нас это уже и логически очевидно да вот мы живем уже в том поколении когда мы можем представить что образ человека передается и существует даже человека может уже не быть а фильмы про него там они сохраняются получается что первое что мы отсюда видим что действительно и у любая часть их рыбы это очень было развито вот последний рыбы он почти каждый день ходил на могилу предыдущего рыбы и он на все прямо все праздники у предыдущего рыбы было место за столом где он сидел пока был живой а последний любая часть рыбы он когда праздновал то есть как будто бы он там находился то есть у них была вот эта чувствительность и они видели друг друга да которые вот эти рыбы по цепочке передавались на было выше уровнем чем чем у обычных людей вот это для меня например вот это вот главный урок то что сегодня мы изучили о йом йом теперь дальше дальше обретение неба на земле книга обретение неба на земле это мы уже знаем канадский раввин по фамилии фридман он выбрал 365 идей рыбы из там 100 тысяч идей и нам в этой книге их сообщают давайте посмотрим что сегодня нам сообщает обретение неба на земле тому кто влез в огромные долги рассчитывая на чудеса в рыбы какому-то человеку который влез в огромные долги рассчитывая на чудеса он ему сказал так преодолевать препятствия вовсе не значит прыгать воздух не знаю где приземлишься значит момент когда человек набрал долгов для бизнеса и он вот тут ключевая фраза он рассчитывал на чудеса вот нельзя рассчитывать на чудеса в бизнесе бизнесе ты должен рассчитывать на то что будет все нормально это в лучшем случае может будет хуже чем нормально может будет чуть лучше чем нормально но рассчитывать на чудо как на бизнес модель как на бизнес как на бизнес план нельзя это факт нужно рассчитывать не на чудо ни в коем случае если будет чудо хорошо но рассчитывать на чудо как на норму и под чудо занимать деньги, Рэбб сказал, так нельзя делать, да. Это как прыгать в воздух, значит, не знаю, где приземлишься, нельзя так. То есть, спокойненько делаешь и молишься, чтобы был успех, но не рассчитываешь на успех, как на обязанность Всевышнего. Очень полезный совет всем, кто занимается бизнесом, очень полезный совет. Дальше. Мудрость каждый день, значит, недельная глава, которую мы сегодня изучаем в Израиле, да, она называется Насо, Насо. Вайдабар и Шамаль Моше лимор и говорил Бог Моше говоря Насо и Трошбней Дершон. Подними, дословно подними, но по смыслу здесь посчитай, посчитай головы сыновей Дершома и по домам их, по семьям, по семям, посчитай их. Значит, мы уже знаем, что вначале пересчитали всех евреев, которые вышли из Едипта. Все было четко посчитано. И вот для меня, для меня, конечно, вот эти все главы, в которых считают, в которых описываются все детали мешкана, детали одежды первосвященника, для меня, по моей сути, это очень каждый год я думаю, надо начать обращать внимание на детали. Вот есть люди, которые обращают внимание на детали, а я вот вообще не люблю детали. И мне каждый раз, я думаю, если Всевышний обращал внимание на детали, значит, детали важны. То есть детали важны, как одежда будет, как это, то есть это как как таблетка, да, то есть написано принимать с едой, значит, надо с едой. Написано после еды, после еды, до еды, до еды. И они по-разному работают. То есть если ты не выполняешь вот эти вот предписания, может не быть эффекта или быть противоположный эффект. Так в духовной работе то же самое. То есть когда вот, ну, я соблюдаю шаббат, и вот я сейчас там приехал по работе, здесь я только один соблюдаю шаббат. И те люди, которые меня приглашали, они удивляются, ну как, настолько вот это, ну что ты не можешь, что ли там, то, не можешь это. Я говорю, вот так, ну не могу, ну вот не могу. Это детали, детали важны. То есть можно сказать, а ладно там, это не важно, но это тогда, ну тогда это не отношение, это не работа. Значит, чтобы Всевышний помог всем, кто сейчас в сложной ситуации, особенно война, это страшно. Мы знаем, что самое главное, это мир. Мы молимся, чтобы наступил скорее мир и с Божьей помощью. Но я, то, что я сказал, у меня было недавно брали интервью насчет войны. И я говорю, вот тот человек, который брал, я его знал до войны и сейчас. Я говорю, ты сейчас, ну в 10 раз духовно стал сильнее, чем был до войны. Это, это видно. То есть человек, который переживает, вот то, что сейчас переживают жители Украины, это очень, очень, это формирует людей и формирует их личности. То есть, ну люди становятся намного сильнее, намного, намного сплоченнее, сильнее. То есть, пережить такое, это, конечно, страшно. но я уверен, что те, кто это переживут и пройдут, сила этих людей возрастет в разы. Их сила, их радость от жизни, их сопротивляемость жизни, их, ну там, умение в любой ситуации увидеть, увидеть свет, позитив и так далее. То есть, тот, кто это переживет, будет потом, дай Бог, в тысячу раз более счастлив и, и все будет хорошо. Я уверен, что все будет хорошо. С Божьей помощью только вопрос вот побыстрее, бы очень хочется, чтобы побыстрее. Теперь, давайте вернемся к тому, что происходило 3334 года назад. Вышли из Египта и, значит, когда вышли из Египта, начали считать сыновей, колено леви, леви, которые служили в храме. И что интересно, колено леви, которые служили в храме, они были самое малочисленное колено из всех. Самое малочисленное колено из всех это было колено леви, потому что, потому что они не были в рабстве. Вот тогда это был как раз вот этот вот, вот этот вот был момент, когда те, которые были в рабстве, они размножились, они были очень многочисленные, у них было, они просто там, ну, были 70 тысяч колено Иуды. А его старший брат Леви, который был именно старше его, был первый сын Ревен, потом Шимон, потом Леви, потом Иуда. И колено Леви, которое не было в рабстве, которое они притесняли и не уничтожали, оно было самым малочисленным. Вот мы видим этот же принцип. С одной стороны, классно, они прошли спокойно египетское рабство, более спокойно, чем все остальные, но с другой стороны, видите, они были самые малочисленные. После 5 минут. То есть до 30 лет он учится, развивается, приобретает опыт. Потом от 30 до 50 лет он в самой такой своей силе. И после 50 лет, что делали Левиты дальше? После 50 лет они начинали обучать. Они начинали обучать молодое поколение, которое было до 25 лет, тому, как они будут служить в храме. Там была очень серьезная подготовка, и они их как раз обучали. Все. Дальше идет, что они делали. Было три рода в колене Левитов, и каждый род имел свою, имел задачу в храме. Значит, что они делали? Значит, семья Дершуни, они носили полотнище этого передвижного храма, покрытие, то есть они носили внешнее, внешнее, то, что его покрывало сверху. Значит, завесы разные, внешние штуки такие. Дальше. И тут интересная вещь, 27-ой отрывок. Альпи Аарон, убанав тебе коля вудад бнедершуни. По слову Аарона и его сыновей, то есть по слову коинов, священников, делали Левиты, делали свою работу. То есть все они носили, у них были руководители. То есть система, которая устойчивая, это система, в которой есть управление. То есть это очень, ну прям невероятно важно, что система, чтобы все хорошо работало, нужно, чтобы было управление. Человек на своем приводе, он работать не может. То есть это суть, структура, природа человека, что ему обязательно должен быть кто-то, кто ему показывает, говорит, помогает. То есть Бог нас так создал, что мы все взаимозависимые. И вот даже в храме вот эти вот Левиты, они должны были слушаться Аарона и его сыновей. Под началом они были и Тамара. И это служение зод авудад межпоход бнедершуни. Это служение семьи сыновей дершуни в шатре откровения, которая была передана им и управляла через и Тамара, сына Аарона Акоина. Теперь как нам в этой ситуации для себя, ну что можно для себя взять практическое, да? Значит, я лично, ну я советую так, я так сам делаю, что человек должен выбрать себе систему, по которой он двигается. То есть быть бессистемным и самому себе каждый раз придумывать, что ты будешь делать, это такая путаница. Оно создает ощущение, такое иллюзорное ощущение свободы, но по факту это зависимость от сиюминутных желаний. То есть ты ставишь себя в зависимость от сиюминутных мелких факторов и тебе кажется, что ты свободен. Но когда ты ставишь себя под, в рамке какой-то системы, например, хасидут хаббат, это система, религиозная жизнь, это система. И в этой системе нам сказала Тора, усна Тора нам говорит, аселыха рав, сделай себе рава, укнелыха хавер, приобрети себе друга, ваавы данет коле адамли кавсхуд и суди каждого человека с хорошей стороны. Вот три основы, на которых у человека можно построить успешную счастливую жизнь. Сделай себе рава, того, кто будет тебя учить, тот, кто уже прошел жизненный путь, тот, кто знает. То есть есть какая-то, но обязательно это не должен быть человек, который вот он, а неоткуда взялся, вы знаете, люди, я придумал сейчас хорошую тему, я вам сейчас расскажу новую систему. Это обычно сумасшедшие какие-то или непонятные люди. Лучше не полагаться на новые такие, совсем новые вещи, непроверенные, то есть нужно посмотреть результаты. Вот мы, например, Тору изучаем, это, знаете, как пишет, когда там на компании, основана там в 1905 году. А Тора это 3334 года назад была дарована Тора. Мы скажем, скажите, пожалуйста, а что она людям дает, Тора? А вот, пожалуйста, вот эти же коины, которые в храме тогда были, вот им это написано указание, они есть до сих пор, есть до сих пор коины, можно, пожалуйста, прийти. И люди коины проверенные, прям конкретные, папа коин, дедушка коин, прадедушка коин, прапрадедушка коин. И вот они, коины эти, прямо пешочком вышли из Египта, прошли от Аарона и пешочком дошли, сейчас по всему миру живут коины, даже был певец такой, коин, в Канаде он жил, значит, не знаю, насколько он соблюдал свои коинсти и обязанности, но он был как раз из этой семьи. То есть мы видим, что Тора, левиты тоже полно, полно левитов и, ну, просто левины, каждый второй левин, это как раз они из колена левитов. Теперь получается, что вот эта система Тора, она очень жизнеутверждающая, жизнеспособная, как сказал царь Соломон, Эцхаими или Макситимба, древо жизни она, дерево жизни, для тех, кто за нее держится. В Этом Хея, кто ее поддерживает, он счастлив. То есть эта система проверена, но в любой системе она тебя ограничивает, но она ограничивает, можно сказать, тебя, а можно твои семиминутные желания. То есть вопрос, чем ты себя отождествляешь. Если я себя отождествляю со своей душой, то тогда Тора, она мне дает развитие моей души, но она меня ограничивает в каких-то моих там привычках и так далее. И обязательно в Торе нужен Раф, который тебе будет объяснять. Должен быть Хавер, друг, который вместе с тобой идет, развивается, помогает тебе. И АВДН, Коля Адамликов, СКУД, суди каждого человека с хорошей стороны, потому что та мера, которую ты меряешь, меряют тебе с неба. Если бы мы все были добрые, хорошие, судили бы друг друга с хорошей стороны, не говорили бы там про друг друга, лошоноразлое языча и сплетни. Я просто думаю, ну вот какие люди были бы счастливы. Посмотрите, какие ресурсы есть в мире. Вообще в мире неиспользованных ресурсов огромное количество. Сто человек там владеет состоянием, как пол остальных мира. Зачем им? Пускай они, и они, кстати, уже готовы. То есть уже пошло движение, что они готовы эти деньги вкладывать в улучшение мира. То есть, и уже это делают. Ну, зачем? Ну, появляются какие-то люди, которые хотят воевать, зло там, но несут зло. Нужно, вот очень важно, очень важно, сур-мират, один-сад-за, делать добро. Все, давайте помолимся, чтобы был мир, чтобы был мир в душе, мир в семьях, мир в мире, чтобы закончилась война, чтобы все выздоровели кому надо, чтобы все заработали себе на жизнь кому надо, чтобы было у всех хорошее настроение. Все. Хорошей недели. До завтра. Пока.